В зоопарке есть специальная служба, которая занимается приемом животных от неравнодушных жителей города. Нам приносят очень много животных, в основном это птицы. Летом это по большей части выпавшие из гнезд птенцы, а зимой это птицы, терпящие какую-то беду в результате каких-то ранений или оголодавшие, истощенные. И мы принимаем в день по несколько экземпляров различных птиц. В год это получается, я веду такую статистику, около 800 экземпляров животных нам приносят. Сюда же входят те животные, которых полиция и зоозащитники отбирают у уличных фотографов. По нашим подсчетам, примерно 96% из всех поступивших животных мы выпускаем обратно в дикую природу. Примерно 2% гибнет в результате каких-то необратимых изменений. И еще около 2% остается жить у нас, в том случае, если нельзя уже выпустить на волю это животное, если оно не способно жить на воле самостоятельно. В общем-то, эта работа уже ведется. И это решение придает формальную основу этому. Так что, ну вот, в общем-то, суть в этом. Ну вот, позавчера нам принесли 2 больших выпи и 1 вальшнепа. Нам летом приносили различных хищных птиц, которых отбирали у фотографов. Мы выпускали. Вот самая большая крупная птица, которую мы выпустили, это орлан белохвост. Сейчас у нас сидят 2 орлана, которых привезли из затоки, вот тоже в августе месяце. Мы стараемся не держать птиц долго, потому чтобы они не теряли своих природных каких-то навыков, своих инстинктов. Средняя продолжительность реабилитации может длиться от 2 дней до 2-3 недель. Иногда это несколько месяцев продолжается. Но в любом случае мы стараемся долго не держать. Птицу надо вылечить, ее нужно откормить, она должна полностью восстановиться. И мы выезжаем, выпускаем. Вот лебедя мы недавно выпускали, того, которого мы забирали в октябре на пляже в районе Отрады. Мы выпустили на понтонной переправе. Туда же в стае лебедей. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, которые не проходят мимо, животных, терпящих беду. И всегда можете обратиться в Одесский зоопарк. У нас есть специальная служба, которая этим занимается.